Доходы областного бюджета снизились на 20% из-за ограничений работы предприятий и режима самоизоляции. Такую оценку дает областное правительство. Но ситуация не критичная. В последние годы легион развивался опережающими темпами. Это позволит сохранить финансирование национальных проектов и социальных программ. Но ряд долгосрочных проектов придется ограничить. Самарская область, уверен, пройдет с честью этот сложный период. Мы обеспечим в полной мере исполнение всех социальных обязательств. В этом нет никаких сомнений. Но, к сожалению, ряд наших проектов, которые мы задумывали вместе с жителями региона, нам придется притормозить. Чуть-чуть отсрочить. Еще раз подчеркну. Ни в коей мере не отставить навсегда, а только приостановить в этот сложный период. Сегодня приняты все меры, чтобы не допустить эпидемического распространения коронавируса, как это было в Италии или США. Перевыполнен план по созданию новых койко-мест в больницах. Установлены дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких. В клиниках медуниверситета оборудована кислородная станция. Сегодня депутаты губернской думы одобрили изменения в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. Расходная часть увеличена на 282 миллиона рублей. Из них большая часть, 168 миллионов, будет направлена на повышение зарплаты врачей и среднего медперсонала. Еще 67 миллионов на повышение квалификации медиков и ремонт оборудования. В нынешних условиях важно поддержать всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Многодетные, неполные семьи и родители, которые потеряли работу или существенно проиграли в зарплате. Для них утверждены региональные доплаты по 5000 рублей. И важная новость для ветеранов труда. С 1 мая им вернут ежемесячные выплаты, которые отняли в марте 2017 года. И я очень рад, что Дмитрий Евгеньевич об этом давно сказал. Вот в этот тяжелый момент он сейчас нашел и средства, и все, все деньги, те, которые были отобраны у людей, они к ним вернутся. Возвращение выплат ветеранам стало возможным благодаря президентскому гранту, полученному по оценке социально-экономического развития региона за предыдущий год. Чтобы поддержать экономику региона на предстоящие годы, сегодня утверждены региональные налоговые льготы для туристического бизнеса и снижение налогов на недвижимое имущество предпринимателей. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События.